Всем привет, меня зовут Андрей Шевченко, я бренд-менеджер и эксперт в компании Gant. Мы только что вернулись из Шерегеш, куда сгоняли специально, чтобы протестировать наши фрирайдные лыжи и рассказать вам о них. Каждую модель из каждой категории мы проверили во всех условиях, чтобы выяснить, какая из них в каких условиях себя лучше ведет. Мы разделили фрирайдные лыжи на три категории. Широкие универсалы с талией до 100 мм включительно, фрирайдные лыжи средней ширины с талией 106-108 мм в общем до 110 мм и широкие фрирайдные лыжи для павдера, для катания по глубокому снегу это 110+. В этом ролике мы расскажем вам про широкие универсалы с талией 100 мм включительно, которые вы можете использовать также и вне трасс. Это самая успешная категория практически для всех производителей, для всех брендов. Попробовав несколько моделей, я не нашел ни одной модели, которая бы мне не понравилась. Итак, в категории широких универсалов с талией до 100 мм нам удалось протестировать. Следующие лыжи это DPS KSR94 в линейке Foundation, это Scott Slavit 100, это Fisher Ranger 98, Riva 91 от бренда Movement и это Nergis 3, который отличается немножко от остальных конкурентов тем, что это триндтипы, но тем не менее это универсалы, да, это универсалы и талия их тоже подходит под нашу категорию. Я брал одну лыжу, делал на ней один спуск, проезжая по трассе, заезжая в лес, выезжая из леса, заезжая на разбитую засыпку, присыпанную снегом трассу, чуть подмершую на бугры и так далее. Riva 91 от бренда Movement и я, пожалуй, тогда начну именно с этой модели, потому что ее я взял в этой категории самой первой. У нее semi-cap construction, то есть это сэндвич и верхняя крышка немножко изогнутая. Это довольно популярная история в фритурных, фирайдных и скитурных лыжах, когда конструкции сэндвич сочетаются с немножко изогнутой верхней крышкой, чтобы уменьшить вес, но при этом трассеонку оставить на хорошем уровне. В принципе, прокатиться в лесу на них я смог и удивился, что 91-ая Италия позволяет мне, в принципе, там ехать. Да, нельзя было останавливаться, нужно было постоянно держать скорость, но, тем не менее, лыжи ехали и, в принципе, это не стоило мне огромных усилий. Потом я выехал на этих лыжах на трассу и понял, что, в принципе, 91-ая Италия не мешает этим лыжам быть достаточно агрессивной трассовой лыжей, которая может приносить большие углы закантовки, такой прям глубокий фан-карвинг, когда рукой почти застаешь до склона и на больших пилах закантовки торсионно ее не ведет, лыжи держат и пятка держат. Лыжа имеет рокер на носке, это позволяет ей нормально в хатлике всплывать, и пятка довольно прямая и жесткая. В принципе, лыжа в поведении энергичная, если вы катаетесь в основном по трассам, но хотите иногда с них съехать или проехать по разбитой, чуть-чуть присыпанной снегом трассе. Это идеальный вариант. Итак, я приехал вниз на Revo 91 от Movement и подумал, надо взять что-то похожее, чтобы можно было понять и сравнить именно в этой категории. Дугую лыжу взял, DPS, Kossero 94, это 94-ая талия, здесь приличный рокер на носке, немножко приподнятая пятка, я бы не назвал это твинтипом или задним рокером, и он есть, но очень-очень маленький. По сути, контактная точка здесь довольно далеко, то есть пятка упирается в склон и хорошо его держит. Посередине нормальный весовой прогиб, та же конструкция с скошенной верхней крышкой, и при этом это сэндвич с обоярной стенкой. Лыжа в меру жесткая, очень правильная по профилю, правильное сочетание кембера и рокера, в правильном месте расположена контактная точка, там, где прогиб меняет направление. Поехал на DPS Kossero 94, практически тем же маршрутом, что до этого я ездил на Revo 91 Movement, и понял, что это оказывается еще лучше. В талии плюс 3 миллиметра делают ее еще более подходящей для панитрасового катания. На разбитом склоне, присыпанном снегом, ведет себя тоже очень хорошо. На буграх ехать очень легко, когда, в принципе, ты на таких лыжах ездишь в бросом пятке, никакой проблемы не возникает, потому что пятка приподненькая. Конечно, если снег очень глубокий и скорость маленькая, скажем, если вы заехали в лес в нижней части склона, остановились, поговорили, перекусили, потом начали движение, на этих лыжах вам не будет очень комфортно. Но если вы заезжаете в глубокий снег на хорошей начальной скорости, то никаких проблем с движением по целине на таких узких лыжах, которые у вас не возникнет. Итак, очень правильное сочетание жесткости, распыление жесткости по длине лыжи, правильное сочетание рокера и кембера и расположение передней катакной точки сделали лыжи супер универсальными и придали им отличное поведение во всех условиях, в которых мы их использовали. И следующую лыжу я взял в Scotts Light Store. Я никогда на ней не катался прежде, но был наслышан от любителей этого бренда о том, что это один из лучших универсалов, так же, как и более узкая версия универсала от Scotts ZS Key. Супер популярная модель с очень хорошим фидбэком от райдеров. Она не менялась в течение нескольких лет, но, в принципе, покатавшись на ней, я понял, что, возможно, изменения ей не нужны. Итак, покатавшись на двух универсальных лыжах Revo 91, Cassever 94. Я взял чуть-чуть более широкую, всего лишь на полсантиметра более широкую лыжу Scotts. Поехал на ней по склону, засыпанному снегом, но сильно изрезан чужими следами, чуть-чуть сдутым, чуть подмерзшим. И первое, что я сказал своему оператору, это оттеные лыжи. Меня переполняли эмоции от первого спуска, на этой лыжи, и я, в принципе, не смог даже сформулировать, почему она мне так нравится, но просто ехал, получал удовольствие и понимал, что я, в принципе, практически ничего не делаю для того, чтобы лыжи ехали ровно так, как мне нужно. Супер управляемость, супер контроль, рокер большой. Я проехал по разбитому склону, потом проехал немножко по трассе и свернул в лес. И в лесу на них вообще никаких проблем не испытал, несмотря на то, что талия всего лишь сотая. Если ты едешь быстро, если ты едешь активно, то, в принципе, такой ширина достаточно. Лыжи очень легкие, лыжи очень эластичные. Пятка чуть-чуть приподнятая, это нельзя назвать рокером, но она чуть-чуть приподнятая именно для того, чтобы позволять себя легко сбрасывать. Так вот, эта лыжа прекрасно себя ведет в таком стиле катания. Так же, как она прекрасно себя ведет при катании по радиусу, при катании карнингом. Если от лыжи Scott Slide 100 я, в принципе, ожидал чего-то такого, потому что был уже наслышан о ее прекрасном поведении в разных условиях, то, когда я взял Ranger 98, я подумал, что это довольно жесткая лыжа для агрессивного катания по трассам с довольно большим радиусом поворота, и она будет вряд ли такой уж дружелюбной и легкого использования в глубоком снегу или при движении со сбросом пяток на крутых участках. Но опять-таки я сильно ошибся. Жесткость отличная, они не слишком жесткие для того, чтобы ехать по мягкому снегу, при этом они нормально, в общем, держат на жесткой трассе. Никаких тоже претензий, и пятка приподнята. Я, в принципе, не думал, что настолько легко будет ехать опять-таки сбросом пяток на этой лыжи, но плоская верхняя крышка, в отличие от центральной части лыжи, где она изогнутая, здесь она плоская, пятка чуть скруглена и немножко приподнята. Здесь есть небольшой, но задний рокер. Опять же, это все позволяет лыжу очень классно сбрасывать. При этом, когда вы едете дугами, когда вы едете резаным поворотом без проскальзывания, лыжи очень стабильны и круто держат, в принципе, на любом склоне. Из общего ряда немножко выбиваются лыжи Majesty Vandal 3.0, потому что предыдущие лыжи это были просто трассовые универсалы. Здесь мы взяли универсальные твинтипы, то есть талия здесь не слишком парковая, это 92 миллиметра. Здесь симметричный рокер на пятке и носке, контактная длина довольно маленькая, в серединке кембер, но рокеры большие и очень-очень длинные. Вот это по геометрии тоже фулкин тип, и кепы мы поставили здесь четко по центру. То есть лыжи, в принципе, очень сильно отличались по ходовым характеристикам от всех протестированных в этой же категории. Но помимо теста на жестком склоне, на целине и на разбитом склоне, мы проверяли лыжи еще в таком компоненте, как шред. Шред, фановое катание с использованием разного рельефа трассы или по трассе, или рядом с ней, с прыжками, с баттерами, разворотами свитч, с какими-то простыми трюками для, ну, просто для фана рядом с трассой. Но тут понятно, что лыжи, которые созданы для подобного катания, они сразу опережают, дают фору всем более консервативным лыжам. При этом, конечно, при классическом консервативном катании по жесткой трассе они немножко уступают из-за того, что они мягче в зоне рокера и из-за того, что у них очень маленькая контактная длина. Опять же, хочу повторить, что, в принципе, это расширенные парковые лыжи, а все предыдущие универсалы это либо расширенные трассовые, либо чуть-чуть суженные природные лыжи с подругой стиль катания. Это разные разные варианты универсалов. Одни с духом такого фристайла около трассового, легкого, другие просто вы можете кататься рядом с трассой или немножко вне трассы. Эти лыжи подойдут молодым ребятам, тем, кто хочет начать кататься в парке и при этом хочет оставить себе лыжи для обычного катания по трассе или рядом с ней. Из категории широких универсалов с талией до 100 мм больше всего мне понравилась лыжа Скотт Слайд 100. Она же, наверное, самая популярная из тех моделей, которые попали к нам в тест. Возможно, из-за того, что в этой категории до 100 мм у него самая широкая сталь, талия, которая как раз равняется 100 мм. И мне было на нем может быть чуть более комфортно в глубоком снегу, чем на остальных универсалах из этой категории. В этом сезоне в магазинах компании Кант очень широкий выбор фрирайдного снаряжения, лыж для фрирайда, широких универсалов, пиперов, лавинных рюкзаков, всего что угодно, что может понадобиться вам при катании на трассах и вне их. Чтобы не пропустить лыжные тесты в других категориях и другие интересные видеоролики, смотрите, следите за нами в соцсетях и приходите в наш магазин для выбора снаряжения.